Продолжение следует... 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 Вы помните Джона? Мой Джонни. Он такой хороший мальчик. Я знаю, что случилось тогда в Карнабе. Вы помните? Какая рука дергается, псет. В Карнабе, говорите? Я, кажется, жила там много лет назад. Денег у нас тогда совсем не было. Еле сводили концы с концами. Вспоминайте миссис Шепард. Брата Джона отдали приемным родителям, когда случилось несчастье. Вы помните фамилию приемных родителей? Я просила их принести телевизор. Они сказали, у меня нет на это денег. Жалко. Я люблю смотреть телевизор. Ваш сын в беде, миссис Шепард. Он совершил что-то ужасное. Его надо найти. Вы понимаете? Что-то ужасное мне или не знать? Он ни разу не пришел ко мне. За десять лет ни разу. Ужасно забывать родную мать. Миссис Шепард, ваш сын может быть причастен к убийству. Вероятно, вы можете рассказать что-то, что поможет расследованию. Вы новенькая? Где мое лекарство? Не хочет она ничего говорить. В дожде. О, оригами. Ой, только это не говоря. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Тоже не она. Я думаю, вряд ли собака ее любимая. О, лягушка. Вот такой я помню. Опа. У нас джортик разряжается. Давай птичка. Давайте птичку создадим. Вот это неудобно, нифига. Люблю оригами. Нет, это не моя любимая. Да блядь, как ей угодить-то, е-мое, а? Ладно, человек болеет. Все нормально. Ну нет, ну лягушка-то в ряд. И ка нафиг лягушка-то нафига. О, вы тоже умеете складывать собачек? Мои детки любили оригами. Я учила их складывать. Джону нравились собачки. И каждый он называл Макс. Макс, Макс, Макс. Он всех называл одинаково. Я пыталась убедить его придумывать им разные имена. Но он все равно называл каждого песика Макс. Странно, правда? Ну хорошо, что еще может быть, а? Чтобы она вспомнила фамилию приемных родителей, мне придется посидеть с ней несколько дней. Шон Марс уже погибнет. Окей, а тут что у нас? А это подсказка, да? Вы сами сделали эти фигурки? Мои бумажные зверушки. Дети так любили играть с ними. Я научила своих мальчиков их складывать. Да, мальчиков, миссис Шепард. Джона и... Как звали вашего второго сына? Второго сына? У меня был один сын. Крошка Джонни. Кажется, это работает. Надо найти, что еще ей можно показать. И все? Это неинтересно в ванне. Ну, туалетик, санузел. Что ей можно еще показать-то, блин, а? Тут ничего нету. А на верхней? О, фотография какая-то. А вот два мальчика. Это ваши дети, миссис Шепард. Джон и его брат. Это они? Они хорошие детки. Отец совсем не любил их. Вечно пил. Нелегко им жилось на свете. Память возвращается к ней. Пожалуйста, вспомните. Я уже не знаю, что ей показывать. Че можно еще показать, е-мое. Цветы. Вам редко приносят цветы, миссис Шепард? Нет, а я их люблю. Мой сын знает, что я люблю цветы. Он мне их принесет. Понятно. Все ясно. Миссис Шепард рассказывает вам о прошлом. Она почти ничего не помнит. А иногда вспоминает странные вещи. Воспоминания всплывают, когда она видит что-то знакомое. Я ищу ее второго сына. Его усыновили. В смысле, у него теперь другая фамилия. У вас есть какая-нибудь информация о семье, миссис Шепард? Нет, к сожалению, ничего нет о ее семье. Если ее мальчика кто-то усыновил, только она знает об этом. Родные часто навещают ее? Вы единственная за все 10 лет. Ей можно показать ее вещи. Так она вспоминает о своем прошлом. Может, у вас получится? Спасибо за совет. Какие вещи, я даже не знаю. Тут были цветы. Вот они. Я у вас один цветочек отнял, а? Вы, я думаю, не против? Хоб смотрел. Ух, цветочек отняли-то, а. Вот вам цветочек. Какая милая орхидея. Дети любили орхидеи. Я выращивала их во дворе. Когда Джон погиб, я приносила орхидеи на могилу. Я так плакала тогда. Я уже потеряла одного ребенка. А теперь у меня забирали второго. Это ужасно. Приемные родители, миссис Шепард. Вы помните фамилию людей, которые забрали брата Джона? Они были очень милые люди. Я приходила к ним. Сначала я часто навещала сыночка. А потом я заболела и перестала приходить. Он, наверное, подумал, я забыла о нем. Подумал, что я совсем разлюбила его. А имя миссис Шепард. Как его звали? А я любила его. Если бы вы только знали, как я скучала. Прошу, Анна, вспомните, как его звали. Подойдите-ка. И что у нас дальше ждет? Интересно, кого мы дальше будем играть. О, пачки. Мы попадаем на посредние, да, я так понимаю? На адрес. Пятница. Нафига тут пару событий? А что так чисто здесь все? И вот так глючит уже по-страшному. Ну, он, блядь, такую дорогу прошел уже. Ну, сейчас уже должно все. Чуть-чуть облегчения будет. Последняя задача. Последняя задача. Последнее испытание. Последний вопрос. Готовы ли вы отдать жизнь за сына? Ёптвою мать, а. В этой склянке смертельный яд. Он прикончит вас ровно через 60 минут. Выпив яд, вы получите последние буквы адреса. Вам хватит времени найти сына и попрощаться с ним. Но после вы умрете. Можете выпить яд или уйти. Выбор за вами. Ёптвою мать, а. Что это? Что это? Ой, да. Вот это просто события неожиданной. Да. Вот это просто события неожиданной. Выпить яд. Выпить яд. Нет, у меня тут везде камера. Выпить яд. Есть что-нибудь тут интересное? Я думаю, вряд ли это только яд. Но через час персонаж погибает. Получается такое пару событий. А вот это не очень хорошее пару событий. Но зато пацан будет жить. Мы уже много чего рискнули. Много чего рискнули. На самом деле. А без этого мы не узнаем адрес. Все. Выпили мы. Откуда он знает, что через час будет этот яд действовать? Вот что? Может это можно прочитать все? Может у него организм другой. Может раньше он. Не узнаем адрес. Я сделал то, что был должен, Шон. Скоро папа спасет тебя. Я у него сил еще хватило, чтобы убежать. От чумену просто. Что за кого дальше у нас будет? За кого мы будем дальше играть? А, за детектива. Окей. Детектив у нас, детектив. Ну он не детектив, не частный, который там, а из ФБР. Можно сказать. Жертва. Мы получаем досидение. Жертва. Без страха и его упрека. Тоже приз получаем. Замечательно просто. На спасение Шона Марса осталось пара часов. Должна же быть хоть одна зацепка. Наверняка у меня под носом. Мальчик умирает, а я топчусь на одном месте. Ну как, собрал свои смутки? Не понимаю, о чем... Расследование окончено. Убийца найден. Мы больше не нуждаемся в твоих услугах, Норман. Оседлай свои папки и дуй назад в Вашингтон. Честно скажу, скучать я не буду. Ну, пидорас, ты еще тот. Расследование не окончено. У вас нет улик против Марса. Марс виновен. Дело закрыто. Все равно это тебя не касается. Ты снят с дела. Собирайся и боли. Блейк. Да ты долбанутый, сбрендивший психопат. Принимаю как комплимент. Честно говоря, мне на тебя наплевать. Я нашел мастера оригами. Все довольны. Историей конец. Скатерть и дорожка. Норман. У вас барон. Ха. А, меня слышно, да? Я показал, что у меня микрофон отключен. Опять у него проблема. Ёб ты мать. Я только один раз принял. Теперь он всю жизнь будет принимать, что ли? Имя убийцы здесь. Среди кучи данных. Надо его вычислить. Найти пока не поздно. Окей, давайте посмотрим. Последнее, сэр. Лучше все-таки не злоупотребляйте сами, знаете чем. Это опасно. Очень опасно. Понятное дело, согласен с тобой. Вы загоните себя в могилу. Это будет очень печально, сэр. Карта. Ничего она не дает, да? Кто цепки? Ничего не найдено. Понятно. Дальше продолжаем. У РС было в режиме записи, когда я дрался с убийцей. Надо посмотреть запись. Исследовать. Этот меч был с самого начала в кабинете Паку. Он никак не связан с убийцей. Это да. Назад. Золотые часы. Где-то я такие уже видел. Здесь. Я говорю, часы были видны. Часики, часики, часики. Часы, которые дарят всем, кто дослужился до лейтенанта. Убийца, коп. Окей, дальше продолжаем. Этот пистолет убийца бросил в голубой лагуне. Надо бы пробить его по базе. Давай, пробьем. Конфискован полицией пять лет назад. Этот пистолет должен все еще быть в полиции. Кто мог его забрать? Только коп. Да, он любил собачек делать. И всех называл Максом. Но об этом он не знает. Ну, это уже второй раз я так делаю. И ничего там не даст. Часа. Цветы. Похоже, убийца полицейский. Картер Блейк. Это объяснит неудачи в расследовании и желание обвинить Итана Марса. Но он не он. Не-не-не-не-не. Ах. 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 Так, она здесь со мной нам ничего не дает. Да, я понял. То же самое ничего не дает нам. Ничего. Все в тупике. Все в тупике. Мне видео нужно. Видео, 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 видео. Ой, не то я сделал, блядь. Нахуй мне видео, блядь, в действии. Мне видео в действии не надо. Мне надо опять видео посмотреть. Ничего не найдено. Окей. Ну, это уже тоже был меч. Ток нулевой от этого меча. Да не, меч мне не дает никакого эффекта. Ничего мне тут не дает. Нет. Ну, это ему часы определили. Вот. Тоже ничего нету. тоже ничего нет вообще ничего нет ну она точка есть а нулевой эффект это у него кровь уже идет это ничего не дает вообще не улик слишком мало за фбр не могу ничего сделать все тела обнаружили рядом железной дорогой и все жертвы пропадали осенью но это был уже убийца белый возраст 30-45 лет уверен в себе умен и решитель очень собранный водит машину работает наверняка в свободном графике но это понятное дело это бред не факт это тоже ничего не дает нам не жертвы не нужны принцип работы все муху я устал пиздец ёп твою мать он ничего погибнешь и сейчас ёбаный урода нет у меня не выживет в конце серии у меня фбр-вцы блять помер как и который дешевле блять женщину оставил вот в машине ёп твою мать да так ничего не разгадал нифига теперь за мальчика что ли играем за шона а это но это уже следующая серия я думаю на эти ноте надо заканчивать и слишком долго я просидел за фбр-вца у меня кажется он тоже погиб но я сказал об этом я играю первый раз я вслепую ну приблизительно я знаю как чё здесь ну а что у нас там было как сказать как сказать блин что хотел сказать этот что я не знаю уже давно я видел это прохождение очень-очень давно ну так вот прохожу вот так что у меня получается у нас еще впереди будет тоже еще она эксклюзивка я еще на будущее говорю это даже до рассвета что называется там когда молодежь отдыхать поехал год спустя после как там сестры у него погибли одного но это вы увидите это серия эффект бабочки там будет и все основное тоже поиграем ее на записи а и сыграем а на этой ноте я говорю мы заканчиваем увидимся в серии таких прохождений все удачи вам пока